В легкоатлетическом манеже сильные и целеустремленные бойцы собрались не только, чтобы заполучить кубок победителя, но и чтобы вспомнить подвиг 20-летнего героя Брещины Дмитрия Гвишани. В 1999 году, когда внезапно загорелся поезд, на котором он ехал в столицу, храбрый Дмитрий до последнего тушил пожар, спасая жизни людей, пожертвовав своей. Особенность этого турнира является в том, что помимо спортивной части, здесь очень большое значение имеет патриотическое воспитание, потому что благодаря подвигу о том, что наши молодежь, спортсмены, еще раз кто-то узнает, кто-то вспоминает про подвиг Дмитрия, и это помогает им, наверное, в какие-то сложные, непростые для себя жизненные ситуации принять правильное человеческое решение, которое было когда-то Дмитрием принято. Рукопашный бой – это довольно серьезный вид спорта для настоящих, как принято говорить, мужчин. И он служит не только физическому воспитанию наших будущих и настоящих, но и патриотическому воспитанию. И, конечно, те ребята, которые занимаются этим видом спорта, они могут и за себя поставить, да и защитить тоже других. Человечность, отвага и отзывчивость – главные критерии бойца этого спорта. 50 сильнейших участников из Бреста, Барановича и Борисова, Минска и Солигорска наделены этими чертами и были готовы показать свой уровень подготовки. Любые соревнования – это работа над ошибками, это стимул к каким-то новым вершинам. Плюс этот турнир является мастерским. То есть любой чемпион, занявший первое место участник, получает звание мастера спорта Республики Беларусь. То есть уже есть к чему стремиться. Далеко не каждый турнир может похвастаться таким. Всегда быть готовым к захвату, но никогда не отступать назад – это девиз участника соревнований Артема Родованюка. Он старался выполнять все поставленные тренером задачи, чтобы победить соперника и вырваться в финал. Также он является кандидатом в мастера спорта по рукопашному бою, но на таком турнире – второй раз. Пятиминутный бой, серия четких ударов, захват и уверенный взгляд в глаза соперника – все это можно было заметить в схватке с Егором. И хоть легкое волнение перед выходом все же присутствует, участник не намерен уступать сопернику и готов показать все, что умеет. Страх есть у каждого. Кажется, Усик говорил, великий боксер, не боится только сумасшедших. Поэтому в любом случае страх какой-то, мандраж присутствует. Главное, чтобы он был спортивным. На мой взгляд, сила воли – это единственная черта, которая нужна. Остальное все будет. Сила воли, отсюда выходит дисциплина и так далее уже, знаете, самотверженность. Тренер всегда недоволен своим учеником. Конечно, мы видим всегда ошибки, аспекты, над которыми нужно работать. Вообще, в принципе, соревнования всегда для тренера, как лакмусовая бумажка, которая показывает точки роста. Мы выиграли, это хорошо, мы идем дальше. Следующий соперник будет еще серьезнее. У бойца был двухгодовой перерыв в спорте, но это не помешало ему занять второе место в весовой категории до 62 килограмм. Также в возрастной категории 16-17 лет брестская команда Бусидо награждена вторым местом. А участникам из этой же команды, но категория 18 лет и старше, присвоено первое место. И еще около 22 сильнейших атлетов города над Бугом заняли призовые места.